Меня зовут Антон Красовский, я директор фонда СПИД-Центр. И буквально вчера мы получили в офис запрос из Центрального управления ГУВД города Москвы. По запросу, так сказать, милиция спрашивает у нас некоторое количество вещей, по запросу депутата Милонова, который всячески хочет нас закрыть. Вчера же у нас на сайте вышло интервью с депутатом Милонова, можете его прочитать, оно прекрасное. А четыре дня назад в каких-то очередных комментариях и спорах в Фейсбуке какой-то активист из Новосибирска, много лет занимающийся этой темой, задает точно такой же вопрос, какой вчера в запросе в своем, простите за каламбур, задает заместитель начальника УВД по Центральному административному округу города Москвы. Вопрос очень простой. А на каких основаниях вы это делаете? На каких основаниях существует сайт-спидцентр? На каких основаниях вы вообще стали экспертами в этой теме? Вы вообще кто такие? И, собственно говоря, весь, я надеюсь, 10-минутный спидц будет посвящен именно этому. Я задал сам себе, я все время каждый раз задаю себе этот вопрос, а кто мы такие? И зачем мы вообще нужны? И чего мы делаем? И почему это происходит именно в такой форме? Хочу сказать, что каждый день мы разные. Три года назад, а это уже ровно три года назад было, я вчера поднял переписку, пытаясь коллегам послать какие-то старые файлы для этой презентации. Да-да, я тоже делаю ее не сам, как и все начальство. И обнаружил, что это было уже ровно три года назад, когда мы попытались сделать новый интересный сайт для московского областного центра спида. Ровно через две недели стало понятно, что у нас не получится, потому что на одного заказчика мы работать не можем. И заказчик будет недоволен, и нам будет неуютно. Заказчик будет бояться всего, что я скажу, это же всем очевидно. Поэтому заказчика и до сих пор боится. Но разница только в том, что теперь заказчик перестал быть заказчиком. И мы научились, вернее так, мы превратились в некую форму жизни, который является, как сказали бы в большой транснациональной компании, партнерством. Я бы назвал таким симбиозом, как мне кажется, правильных форм. Это сочетание гражданского общества, государства, международных организаций, и что очень важно в случае фонда спидцентр и сайта спидцентр, крупных фармацевтических компаний. Поэтому я все время спорю с разными людьми по поводу фармы. Например, сейчас хочу поспорить с Венеем, своим дорогим другом, который тоже является нашим партнером, поскольку у нас есть большой партнерский проект вместе с Юнейц, и это единственная западная или международная организация, с которой у нас есть партнерские отношения. И это тоже наш принцип. Мы не берем денег у западных фондов и не берем денег у российского государства, как у религиозных организаций, например. Когда Венеем говорит, вот посмотрите, сколько стоит там в Замбии и в Танзании сочетание долота-гравира, например, лавиудина, а посмотрите, сколько оно стоит в Соединенных Штатах Америки. Но само появление долота-гравира возможно было только потому, что в Соединенных Штатах Америки он стоит существенно других денег. И все-таки мы должны это понимать, что если мы хотим в конечном итоге прийти к вакцине, мы должны позволить богатым быть богатыми. И мы должны при этом понимать, что большая часть мира живет в бедности. И мы богатые, а я понимаю, что здесь, в России, многим кажется это смешным, но тебе-то вины это не кажется смешным, потому что ты знаешь, как живут люди в Габоне, как живут люди в Центральной Африке, да как живут люди в Южной Индии, например. И это совершенно другой уровень дохода. И мы, конечно, на этом фоне, мы все сидящие здесь, в том числе в этом зале или проводящие конференцию совершенно другой компанией в соседнем зале, мы богатые на этом фоне. И в этом смысле мы не просто можем, а мы должны платить чуть больше. И в этом смысле мы поэтому благодарны, например, фармацевтическим компаниям, в частности тем, которые являются спонсорами этой конференции, и тем людям, которые постоянно пытаются помогать существованию и нашего фонда, и нашего сайта, ежегодно, и хорошо, что они есть, и дай бог мы все вместе в конечном итоге придем к победе над эпидемией. Я не могу нажать на вашу кнопку. Так вот, значит, сайт, который припланировался как сайт Московского областного центра СПИДа, через буквально две недели превратился в самостоятельный медиаресурс, который мы попытались сделать, ну, таким немножко большим корпоративным сайтом. Мы на таком большом корпоративном сайте начали пытаться рассказывать чуть больше, чем обычно рассказывается на корпоративных сайтах. То есть рассказывать не о себе, а рассказывать о том, что происходит во всем мире. Через год мы поняли, что нам этого мало, и мы сделали все совершенно по-другому. Это стоило кучу денег, и поэтому я потратил пять минут на то, что я рассказываю, откуда эти деньги. Это вообще очень важно. Для НКО это самое важное сейчас, понять, откуда эти деньги, и почему мы имеем право эти деньги тратить. И почему мы не отчитываемся перед Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Западным каким-нибудь фондом. Потому что это наши деньги, и все видят, куда эти деньги уходят. А редизайн этого сайта стоил 4 миллиона рублей, я не буду прямо в этом вам врать, это очень дорого. Ни один сайт про медицину в России никогда не тратил столько в принципе. Когда мы начинали делать этот сайт, я смеялся над Министерством здравоохранения, и помню, сидел тогда еще не с замминистра, а с помощником Вероники Игоревне Скворцовой, Олегом Сологаем и покойным ее советником Ланскин. И смеялся над ними, куда вы тратите 4,5 миллиона рублей в год на свой сайт. Я, честно говоря, и сейчас смеюсь. Но наш сайт стоит дороже и сильно дороже. Но тут есть, я понимаю, за что мы платим эти деньги. Каждый день на сайте появляется от 3 до 7 новых статей. Соответственно, в год это больше тысячи, что-то полторы тысячи было в прошлом году, наверное, в общей сложности. До какого-то момента мы пытались, мы считали, что мы будем экономить на всем, и денег не было, и мы, то, что называется, агрегировали эти статьи. Мы пытались взять оттуда, отсюда. Многие люди на нас обижались. Мы до сих пор не разговариваем с основателем сайта и фонда «Такие дела» Дмитрием Олешковским, потому что Дмитрий устроил адскую истерику за то, что мы взяли у него какую-то картинку со статьей. Три года уже длится эта ссора. Несколько месяцев назад мы поняли, что все это, больше так не будет. И теперь каждый день на сайте спидцентр появляется абсолютно уникальная информация, ее нет больше ни у кого. Я вам скажу, когда это произошло, это прошло после конференции в Амстердаме, когда мне стало понятно, что вообще все люди, которые занимаются этой темой, я пожилой человек, мне 43 года. Но люди, которые занимаются этой темой в мире, они вообще старые. А нельзя работать на этом рынке, если ты старый. Либо ты должен быть очень старым, и тогда ты как бы возрождаешься. Либо ты должен уступить свое место молодым. Это как телевидение. Вот я, например, много лет проработал на телевидении и не понимаю, чем бы я мог там сейчас заниматься. Я старый для телевидения, но недостаточно старый для того, чтобы вернуться туда в виде Владимира Владимировича Познера. Также большинство людей, которые занимаются этой темой в мире, они старые. Это старые люди, думающие старыми формами, говорящие старыми мыслями, старыми словами, выпускающие старые журналы на некрасивой мелованной бумаге с некрасивыми обложками, фотографирующие таких же старых некрасивых людей. Это неплохо, с учетом того, что мы с вами все знаем, что ВИЧ-инфекция стареет. Но мы-то тоже знаем, что хочется видеть что-то молодое. И мы пытаемся быть моложе, чем мы даже есть. Так вот, 2000 статей в год. Это новости, это переводы, мы переводим все, что есть на этой планете. Это большие статьи, интервью. И сейчас мы на конференции в Амстердаме поняли, что мы будем работать на англоязычный рынок. Мы поняли это очень смешным образом. Мы, мой коллега Николай Лунченков, который руководит нашим проектом «Никто не лишний», это проект, который мы делаем вместе с Юнейц, шел по большому залу фойе Амстердамской конференции. К нему подходит какой-то чувак из Ботсваны. Он ему дает визитку, чувак начинает гуглить, набирает сайт и говорит, о, говорит чувак из Ботсваны. А сделайте нам такой же. Коля говорит, ну давайте, денег давайте мы сделаем. Он говорит, нет, ну сделайте нам так. Мы же из Ботсваны, вы богатые русские. И, честно говоря, мы тогда посмеялись, но когда мы вернулись в Россию и начали думать о том, как развиваться дальше, мы поняли, что мы сделаем этот сайт для Ботсваны. Ну не для Ботсваны, а вообще для Африки. То есть англоязычная версия сайта SpeedCenter, который будет называться A-Center, но он и есть. Это не будет калька русского сайта. То есть не то, что там будет перевод, интервью Виталия Милонова. Хотя он там тоже будет. Мне кажется, многим в Америке это будет интересно прочитать. Но в первую очередь это будет концентрация на странах третьего мира, на Африке, южнее Сахары, где действительно проживает большая часть людей с ВИЧ-инфекцией. И где действительно. И Виней это сказал очень правильно. Он просто, давайте мы перефразируем. Он сказал, как хорошо устроена медицина в России, какие высококвалифицированные кадры в России. Многие улыбнулись. Но в реальности на фоне Африки южнее Сахары это ведь так и есть. И в этом смысле, мне кажется, каждому из сидящих здесь в зале есть чем гордиться. Каждый из сидящих здесь в зале объективно гораздо более компетентен, чем такой же зал, который бы сидел из врачей, проживающих в Африке, южнее Сахары. И мы хотим сделать такой англоязычный сайт для Африки, чтобы показать, что существует другой мир. И самой Африке показать, что существует другой мир. И миру показать, что существует другая Африка. Точно так же, как мы сделали этот сайт для того, чтобы и самой России показать, что существует другая Россия, и профессиональному сообществу здесь, в России, показать, что существует другой взгляд в России на эпидемию ВИЧ. Вероника Игоревна Скворцова, как сказал бы Виней Салдана, глубоко уважаемая Вероника Игоревна Скворцова, ни разу не произносит слово эпидемия, но мы с вами понимаем, что речь идет именно об этом. А, сорян. Когда я сказал, что мы такой симбиоз разных обстоятельств, и сказал вам очень много про то, что мы благодарны фармацевтическим компаниям, я действительно могу их всех перечислять, мы благодарны и Янсону, Джонсону и Джонсону, благодарны Виеву, мы благодарны Эбви, мы благодарны МСД, мы благодарны русским компаниям, и фармсинтезу, и фарма, и так далее. Но в первую очередь мы благодарны тысячам людей, которые ежедневно платят нам копеечку, вот буквально копеечку, у меня есть платеж в 3 рубля. К сожалению, он от очень богатого человека, он просто ошибся. Но у меня был платеж и в полтора миллиона рублей, когда Эквайринг, который у вас сейчас есть на экране, звонил мне в истерике, потому что они не понимали, как его провести. Эквайринг, это хорошая женщина, жена русского олигарха, пыталась просто карточку прокатать на полтора ляма. И это действительно тысячи людей, которые ежедневно в разных обстоятельствах, разнообразным образом датируют существование сайта, и теперь уже и фонда, который занимается разными программами. Когда я говорю сайт, и вы должны это понимать, не существует никого просто сайта. Мы живем в 2018 году, и как сегодня прекрасно сделал гифку американские выдающиеся медиа под названием BuzzFeed, мы гораздо ближе к 2040, чем дальше от 1995. Вот просто вдумайтесь в это. То есть до 2040 года осталось 22 года, а от 1995 до 2023. Это такое очень существенное знание. То есть мы гораздо ближе к будущему, чем к прошлому. И когда мы говорим о медиа, о любом медиа, о сайт-спид-центре и вообще спид-центре, это в первую очередь медиа. Это, конечно, такая агломерация разнообразных попыток, разнообразных точек входа к аудитории. Вот как антиретровирусная терапия блокирует разные точки входа вируса. Вот так же мы, наоборот, разблокируем разные точки входа к аудитории. Сайт-спид-центр – это не только и не столько сайт, сколько социальные сети. Это Facebook, на который сейчас подписано больше 35 тысяч человек. Это Ивкантос, в котором существует разное количество всяких групп и сообществ. И это с недавних пор и Яндекс.Дзен. Это такая очень интересная форма для вообще России, на которую подсаживаются медиа. И наши партнерские сайты недавно начали говорить, посмотрите, как нас вдруг начали читать. Мы такие классные. На самом деле это не мы классные, а это Яндекс классный. Яндекс сам пока не понимает, почему он классный и как сделать себя еще класснее. Но благодаря Яндекс.Дзену читаемость всех материалов, и я потом покажу на сайте спид-центр, выросла на порядок. Это гигантские цифры. У нас есть отдельный блок спид-центра на Эхе Москвы, и это вообще другая аудитория. Эта аудитория никак не связана ни с ВИЧ, ни с профессиональным комьюнити, ни с МСМ, ни с какими-то там вашими секс-работниками. Можно, конечно, считать всех читателей и слушателей Эхо Москвы проститутками и пидорасами, как многие считают. Но это не так. Эта аудитория 65+, которая вдруг начала понимать, что существует какой-то параллельный мир, к которому она никогда не имела никакого отношения. И таки вот у нас появился с недавних пор, пока, к сожалению, буксующий, и мы не понимаем, каким образом его разбуксовать, партнерский проект с Юнейдс, который называется «Никто не лишний». Это отдельная тоже медиа от нас, которая должно было бы стать отдельной краудфандинговой платформой для других некоммерческих организаций в России, занимающихся темой ВИЧ. Там сейчас висит шесть проектов, собирают они плохо, потому что абсолютно любые люди не понимают, как это можно вообще поддержать. И, честно говоря, я этих людей понимаю, условно говоря, там, например, мы собираем миллион рублей на презервативы для секс-работниц в Мурманске. Ну, вашей аудитории понятно, что, в принципе, это нормально, но широкая аудитория не очень понятна, зачем давать деньги секс-работнице просто так. А тем более, если секс-работница параллельно выкладывает фоточку из Бостона, где она буквально, как Алексей Анатольевич Навальный, ест лобстеров за 35 долларов за штуку. И это очень тяжелая задача. Мы, правда, пока не понимаем, как ее растормошить. Нам казалось, мы сейчас привлечем сюда звезд, и звезды будут писать в своих инстаграмах. Они пишут, а ноль рублей донации. Мы сейчас при такой вот сделаем свайп на инстаграме, и нам сейчас прям прилетит 300 тысяч рублей. Ноль рублей. Вот сейчас, в субботу, будет эфир на Первом канале. Вера Брежнева с товарищами будет рассказывать о своей ВИЧ-активной жизни. Посмотрим, что нам от этого прилетит. Но я, честно говоря, пока не думаю, что много. И таки вот мы говорим сейчас о трафике, о том, как мы растем. Вот видите, это просто 2 сентября прошлого года. То есть мы даже не стали брать поза прошлый год, чтобы не показывать это. И мы сейчас понимаем, что мы в среднем находимся где-то на цифре 20 тысяч уникальных пользователей в день. Видите, там больше, меньше, чуть-чуть где-то проседает, где-то наоборот уходит. Ну то есть это где-то в районе полумиллиона уникальных пользователей в месяц. И эта цифра сейчас уже сравнима с главным американским сайтом про ВИЧ-инфекцию по названию POS.com. И я абсолютно убежден, что через год мы выйдем на цифру миллион русских. Это я сейчас не беру англоязычный контент, который появится. А вот аудитория. Вот смотрите, здесь даже была какая-то указка. Но в реальности это кажется очень крутая вещь. Но на самом деле она трагичная. И я тоже не знаю, что с этим делать. Вся наша аудитория сосредоточена в возрасте от 25 до 54 лет. Аудитория 18-24 в районе 5%. Ее вообще нет. Она вообще же в другом мире. Она потребляет абсолютно другой контент. А это самое главное сейчас для нас аудитория. Это аудитория будущего и это аудитория самого активного и самого безбашенного вхождения в сексуальный возраст. Вы это прекрасно все понимаете. И мы до нее достучаться не можем. Мы не понимаем, как войти в нее напрямую. Мы ищем, ищем этот вход и найти не можем. Но я абсолютно убежден, что мы его найдем. И, соответственно, если кому-то тоже это интересно, хотя это чисто профессиональная история, это как люди читают контент. Люди читают контент, конечно же, с телефонов. То есть вообще все, что сейчас потребляется с телефонов. И за те три года, когда мы делаем этот сайт, вот этот зеленый столбик, который слева находится, он вырос ровно в два раза. То есть за три года вообще любой контент, который существует, он касается ВИЧ или не ВИЧ, чего угодно, он весь потребляется через смартфоны. И поэтому, если кому-то из вас придется в голову сделать что-то в интернете для профилактики ВИЧ-инфекции и вообще чего бы то ни было, делайте сразу адаптированный вариант для мобильных телефонов, потому что в персональных компьютерах читают только старперы. Это все никому не надо. Вместе с тем, у нас есть большой партнерский проект с Гуглом. Мы получаем грант от Гугла. В этом смысле мы не уникальны, это не иностранное финансирование, мы не получаем ни копейки денег. Гугл сам себе выдает деньги, сам же себе их платит. Он как РПЦ в этом смысле. И мы просто получаем от Гугла некоторое количество выдачи наверх, как по специальному контракту, как специально ими сертифицированная некоммерческая организация. Мы сейчас пытаемся сделать что-то похожее с Яндексом, но русские гораздо более… Это вообще странно, с учетом того, что вы можете всем мне написать на адрес антонсобака.yandex.ru. Я был когда-то креативным директором Яндекса. И когда Яндекс еще был не Яндексом, я запускал почту Яндекса, народ на Яндексе и так далее. Это было в 2000 году. И я знаю всех людей, кто эту компанию основал. И поэтому я знаю, что это правда все, что я говорю. Это самая трудно раскачиваемая компания. То есть они будут обсуждать, как писать местоимение «вы» с большой буквы или с маленькой. Например, этому может быть посвящено 8 рабочих совещаний у человека с трехмиллиардным состоянием Аркадия Воложа. И поэтому с Яндексом не удается договориться. То есть несмотря на то, что ты знаешь там всех людей вроде бы, с Яндексом вообще очень трудно договориться. И если вы можете сейчас тоже в своих смартфонах набрать ВИЧ в Яндексе, вы увидите, что он вам выдаст. Он вам выдаст вот такущий набор зубоврачебных кабинетов, гинекологии, чего угодно. Там не будет ни одной вашей организации, в которой вы работаете. Там не будет ни одного толкового ресурса, который пишет о ВИЧ-инфекции. И это огромная проблема вообще коммуникации с русским бизнесом. Ну и вот где, собственно, располагается вся аудитория, которая у нас есть. Ну это тоже как бы банально. Вся аудитория у нас располагается в России. Ну немножко в Украине. Ну немножко в Израиле. Немножко в Соединенных Штатах. А немножко в Канаде. Видите, немножко в Австралии. И совсем нет вот в этой самой центральной Африке. Знаете, почему нет? Там не потому, что нет русских, а потому что... Не потому, что там нет интернета. А потому что Google Translate очень плохо переводит с любого языка на французский. А это французская часть Африки. И поэтому такая отдельная будет история вообще с ними коммуницировать, которая нам предстоит. И до последнего я хочу сказать, возвращаясь к вчерашнему тому, что я сказал, и к тому, что, опять же, обсуждается уже 10 дней по поводу этого закона и каких-то наших отношений к этому закону и иностранному финансированию и так далее. Для меня это действительно, как вы заметили, тем больная. Я считаю, что чем меньше НКО зависит от кого бы то ни было, тем лучше. Что каждому из нас... А это касается, кстати, не только НКО. Это касается вообще людей. Чем больше вы будете разводить источники доходов и чем больше вы будете... Чем активнее вы будете работать на рынке получения средств, понимая, что средства получаются не только в таких же организациях, как вы, тем будет лучше вообще для индустрии. Ну, условно говоря, чем отличается русская НКО от американского НКО? И почему в этом смысле фонд спеццентр гораздо более американская НКО, чем русская? Потому что, еще раз повторяю, мы работаем с бизнесом, мы не работаем с фондами, мы не работаем с государством. Мы хотим и дальше работать с бизнесом. Мы хотим, чтобы бизнес давал больше денег на эту тему. Мы считаем, что бизнес должен быть социально активным и социально ответственным. Мы считаем, что этот бизнес должен быть разный, не только фармацевтический. Это должен быть и банковский бизнес, это должен быть и крупный промышленный сектор. И углеводороды в России, наконец, должны обратить внимание на эту тему, как они все обращают внимание на тему детской лейкемии, аутизма, благодаря разным людям, которые этим занимаются. И мы хотим, чтобы больше русских денег было в этом секторе. И мы честно хотим, чтобы было меньше денег западных фондов, и мы хотим, чтобы было меньше денег реального государства в этой теме. И не потому, что мы считаем, что эти деньги надо отобрать, а потому, что мы считаем, что таким образом вы развязываете себе руки, потому что мы считаем, что таким образом вы становитесь равным с государством игроком, потому что таким образом вы научитесь разговаривать с государством, и не только русским, на равных. И это очень важно. И поэтому я вам сейчас показал бы эту презентацию, потому что это один из способов привлечения этих денег, и коллеги из фармацевтических компаний не дадут мне в этом соврать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok